Выставка московского художника-керамиста Александра Створа в Щелкове стала настоящей встречей друзей. Большинство зрителей, приехавших на открытие в Историко-Краеведческий музей, здесь первый раз. Это художники, скульпторы, искусствоведы из Москвы и других городов. И все они друзья и поклонники творчества Александры. Сюда я приехала впервые, специально. Такое событие пропустить не могла, потому что люблю Сашу, люблю ее творчество. Рада, что выставка сложилась такая прекрасная, мне очень нравится. Александра Створа – заметное явление в профессиональном сообществе. Родилась в творческой семье архитектора и скульптора. Окончила Абрамсовское художественно-промышленное училище имени Васнецова, отделение художественной обработки камня. Но перешла к керамике и любимым материалом стала глина. Было более случаи. Я приехала в Абрамсово, очень часто езжу по Ярославской дороге к Семенодачу, в Переславы. И заехав в музей, увидела выход. Обратилась к сотрудникам музея, они мне дали координаты. Так как керамика – это любовь всей моей жизни, я решила, что эта выставка у нас точно будет. Знакомь нас только сегодня, но тепло ощущается на каком-то совершенно энергетическом уровне. Мне кажется, вся эта теплота, вот эта вот чесуарность – это не только ваша работа, это вы. Поэтому мы благодарны вам за ваш труд, за то великолепие, которое вы предоставили в нашем музее. Работы Александры Створа несут в себя заряд добра, позитива и радости. Даже, казалось бы, холодные зимние орнаменты называются «Скоро весна». Александра создает произведения из шамота, материалы из которого делают кирпич, хрупкого белого фаянса и, конечно, красной гончарной глины. Интересно, что большинство созданы на гончарном круге. Простым формам, цилиндрическим и шарообразным модулем художница придает новый смысл, наполняет душой и пластикой. Из них получаются люди, птицы, животные, арт-объекты. Конечно, у нас все происходит от сосуда. А сосуд – личь пустотела. И когда ты выкручиваешь что-то или иной сосуд, который потом во что-то превратится, ты его наполняешь своей душой. Ты туда своего рода нашелтываешь что-то. И в конечном итоге, когда этот сосуд, как амфа, запаивается в другой детали, то вот эта душа, она остается там жить. Среди героев работы Александра Створа – мифическая райская птица гамаюн, очаровательные недремлющие совы, экзотические животные, подросток на скете – кузнечик, мальчишка, примеривший отцовскую фуражку. Курица и яйцо продолжают извечный философский спор о первенстве появления на свет. Часто в произведениях встречаются таксы – это любимая порода собак автора. На декоративных пластах созданы фантазией художника уникальные орнаменты. Говорят, что ни один не повторяется. За главной работой выставки «Наш хрупкий мир» – ангел из белого фаянса, держащий в руках стеклянную матовую сферу, напоминающую землю. А Александра Створа создала эту композицию в конце 19-го года, в непростой период в личной жизни. А уже спустя несколько месяцев мы все поняли, насколько хрупким и уязвимым может быть наш привычный мир. Но этот ангел в исполнении Александра Створа дает нам надежду, напоминая, что мир спасет красота. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok